Ущерб от обрушившегося на Приморский край наводнения соответствует критериям для введения режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка на встрече с директором Департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым. Большое спасибо, что прибыли сюда по распоряжению министра Александра Вячеславовича Куренкова. Ситуацию вы видели, объехали практически все районы, посмотрели какая степень у нас наводнения, степень затопления населенных пунктов, какое количество пострадавших. Еще раз хотел поблагодарить вас за то, что вовремя были переброшены сюда специалисты-спасатели Амурского спасцентра. Аромобильная группировка, более ста человек. Люди действительно с первых часов оказывали помощь пострадавшим жителям Приморья, перевозили на лодках, делали все, чтобы не было жертв, спасали имущество. Я знаю, в это время сам находился в Октябрьском районе. То есть по двое суток не спали, поэтому за это, конечно, огромное спасибо. Мы разговаривали с министром, с Александром Вячеславовичем, с тем, чтобы группировка спасателей осталась до полной ликвидации тех последствий. Очень важно, сейчас начинают прибывать пушки, начинают прибывать мотопомпы, они требуют умелого обращения. В присутствии, конечно, спасателей очень важно, с тем, чтобы они далее помогали людям и вести просушку, ну и где-то разбирать все эти завалы, заносы, которые есть. Исходя из масштабов наводнения, мы тоже его оцениваем. То есть критерии введения краевого ЧАЭС у нас на сегодняшний день, по нашим расчетам, имеются. Поэтому мы хотим ввести все-таки краевую ЧАЭС, с тем, чтобы уже здесь на месте регулировать. И в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой. В данной ситуации, Олег Николаевич, я поддерживаю такое решение. И могу сказать, что группировка в настоящий момент, которая здесь сосредоточена в Приморском крае, она позволяет выполнять задачи. Но в случае необходимости, если такая будет, мы готовы ее усилить. По тем мероприятиям, которые проводятся, да, сейчас в 19 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. И в соответствии с законодательством по тем последствиям чрезвычайной ситуации, то есть здесь, безусловно, критерий подходит, чтобы ввести региональ. Но в последующем, исходя из ситуации, я так думаю, что прежде всего максимально нужно, я бы абсолютно верно сказали, поддержать граждан, насколько это возможно, поскольку действительно очень сложная ситуация. И в последующем, если не будет достаточно средств регионального бюджета, естественно, нам будет выходить на федерацию для того, чтобы поддержка федерального центра тоже здесь была. Я думаю, что это абсолютно правильное решение, и, наверное, стоит придерживаться его в реализации нашей дальнейшей задачи по ликвидации данной чрезвычайной ситуации. Продолжение следует...